Змеиная мудрость Что имел Иисус в виду, когда он говорил ученикам, апостолам «будьте мудры, как змеи»? Мне кажется, что он имел в виду дьявола, и вот именно его мудрость, которую он использовал для того, чтобы прикатать Еву, скушать плод, который есть нельзя. Иисус говорит «будьте такие же, имейте вот эту мудрость, которая есть у дьявола для того, чтобы жить в этом мире, выживать». Но в то же время говорит «будьте мудры, как змеи, но просты, как голуби». Интересное какое-то сочетание. Ты мудр, но прост. И все-таки в чем мудрость? Получается, мудрость в простоте. Насколько ты прост, настолько ты и мудр. Ты не можешь быть мудр и не быть простым. Наверное, как-то так. Ну, в общем, дело не в этом. Все-таки, если Христос сказал «будьте», получается, это заповедь, да? Христос же, это слова. Он говорит «исполняйте вот так, любите друг друга, делайте вот это, принимайте вечерю». И тут же он говорит «будьте, как змеи мудрые». Это нам с вами. Мы должны быть такими мудрыми людьми. Как можно понять, человек мудрый или не мудрый? Я думаю, что это не тот человек, который окончил много-много институтов, вузов, который имеет много высшего образования или еще какого-то образования, который знает много всего во всех сферах жизни, может разобраться и дать какое-то определение чему-либо. Это не такой человек. Наверное, мудрость – это что-то в другом, такая житейская мудрость имеется в виду, наверное. Вы знаете, огромное значение в нашей жизни имеют взаимоотношения с друг другом. С кем мы общаемся, кто рядом с тобой сегодня идет, кто сегодня в твоем близком окружении. Конечно, у нас в видении мы общаемся со всеми, мы поддерживаем отношения со всеми людьми, но есть люди, которые очень близки, с которыми ты проживаешь жизнь, которые, ну, твои друзья там, еще что-то, кто рядом с тобой. Какие они люди? Мудрые это люди или не мудрые? Или возьмем, да, антагониста или как антоним, да, это глупые, мудрые и глупые. И общаясь с разными людьми, бизнесменами, служителями, часто слышишь такое. Вот это у меня работает, потому что появился человек. Вот у меня вот это служение так развилось, потому что появился человек. Я помню, пастор Юрий про меня так говорил. У нас служение, как-то мы сидим, пасторы сидят, и я с пастором Юрием приехал куда-то. У нас служение реабилитации хромало одно время, пока Павел не взял его к себе, пока он не стал руководителем этого служения. Буквально за год служение масштабов больших таких достигло. Мне так приятно было, что все-таки мы говорим о том, что Бог, конечно, все содержит, Бог все делает, но все-таки, как иногда бывает, когда человек какой-то приходит, как все меняется. Что-то по-другому начинает происходить. Какой-то человек появился, и он закатал, вот как-то все закрутилось. Помните, я как-то недавно рассказывал про то, что одна семья, я вспомнил, когда они уехали, две семьи уехали в Казань на миссию. Пять лет они проповедовали, снимали помещение, ни одного человека не было в церкви. Пять лет, две семьи. Вот они, прикинь, один пастор, другой его помощник. Вот они вчетвером собирались пять лет, пока не появился у них человек в церкви, который был сетевик, который занимал какие-то позиции такие высокие уже в этой сфере. И он, используя свои знания, через год церковь выросла до 70 человек. Вот просто пришел человек, и раз, что-то произошло. Человек, и раз, что-то произошло. Как важно, кто рядом с тобой в жизни. Знаешь, или бывает наоборот. Бывает наоборот. Бывает человек, который является источником проблем. Вот он рядом с тобой настолько близко, что все его проблемы – твои проблемы. и ты становишься таким, знаешь, человеком созависимым. Мы говорим про такого человека созависимым, на которого влияет какой-то другой человек, на его настроение, на его жизненную позицию, на его жизненные силы, на его радость. На все влияет какой-то человек, который находится рядом, который приносит одни лишь только проблемы. Бывает такое? Встречали такое? Есть? Да. Да. Такое бывает. И, порой бывает, что этот человек, он даже какой-то лидерские позиции, какие-то качества такие имеет, какой-то продуктивный даже в чем-то, но все равно является источником проблем. В основном, в Библии написано, что «Живи так, чтобы пастор о тебе вспоминал, не воздыхая». Когда в молитве пастор молится дома о церкви, о людях, чтобы он не вздыхал. Ах, опять этот Григорий. Чтобы он так не говорил. Чтобы он говорил «Евгений, Станислав, Бог, спасибо тебе!» Чтобы благодарным был Богу за тебя. Вот так вот надо жить, так надо служить. И порой бывает, знаешь, и вообще, Писание нам само говорит, что взаимоотношения с различными людьми влияют на наши с вами жизни. Как-то вот не крути. Вот можно хоть что говорить. На меня не влияют люди, я сам-сам все знаю. Это неправда. Писание говорит конкретно, что те люди, которые вокруг тебя, они на тебя влияют, оказывают влияние. Хорошее или плохое – это уже другой момент. И так даже вспомнить вот этот Псалом, Псалом 1 Давида. Первый Псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Смотрите, здесь написано «блажен муж». Что такое блаженство? Счастливый. Блаженство – это высшая форма счастья. Получается, что наше счастье так или иначе зависит от других людей, от тех людей, которые сегодня с нами рядом. Как бы мы ни крутили, мы можем говорить «счастье внутри», там еще что-то, и это будет тоже правильно. Но в какой-то мере, в какой-то степени твое счастье будет зависеть от того, кто рядом с тобой находится. Я имею в виду близкий твой окружение. Поговорка даже такая есть мирская. «С кем поведешься, от того и наберешься». «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Это же откуда все взято? Это из-за наблюдения, это мудрость такая житейская. Притча 13 глава, 20 стих. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится». Сегодня будет много местописаний, поэтому я так просто их буду тараторить, выдавать, как из автомата. То есть, тот, кто общается с мудрыми, будет мудр сам. Кто с глупыми общается, тот развратится. Вот по-другому быть никак не может. Вот не может и все. Если ты окружаешь себя людьми мудрыми, вот мне тут звонит один брат, к сожалению, сегодня не пришел в церковь, он был когда-то у нас в церкви. Он звонит, слушайте, я вот хочу прийти, и у меня проблемы, у меня там то-то, сё-то, но вы такие сильные верующие, что мне среди вас как-то некомфортно. Я говорю, слушай, ну, конечно, спасибо, что ты нас считаешь сильными верующими. Мы как бы... Он говорит, я вообще редко, мало встречал такие церкви, где такие сильные братья. Он так говорит, ну, только оценка мне, знаешь. Так вот, знаешь, я так же порадовался, так маленько даже грудь колесом надул. Я говорю, так слушай, если ты нас такими считаешь, то тебе, наоборот, надо здесь быть, чтобы самим таким стать. Будь с нами, будешь таким же, это же понятно. Будешь с глупыми, будешь такой же. На реабилитации. Я думаю, всем известна ситуация, кто находится. Всегда на реабилитации есть те люди, которые что-то хотят, куда-то идут и стремятся, и есть те люди, которые ничего не хотят и просто разлагают атмосферу, разлагают дисциплину, накаляют обстановку. И вот человек приезжает на реабилитацию, у него есть выбор, куда прибиться. К тем, которые стремятся что-то, куда-то хотят что-то идти, или к тем, которым ничего не надо и просто вот они балдеют. Вот которым ничего не надо и балдеют, привычно, комфортно, удобно, потому что на реабилитацию приехал не от хорошей жизни. Ты так сам всю жизнь жил, и тебе так нормально жить. А вот с теми, кто куда-то хочет идти, непонятно, как с ними надо общаться. Но Писание говорит, надо с ними общаться, чтобы быть мудрым. Будешь опять проводить свое время так праздно на реабилитации, не жди, что что-то у тебя изменится. Не жди, что будет какой-то результат в твоей жизни. Не жди, что пройдет даже в год, и ты выйдешь, и все у тебя изменится, все станет по-другому. Ничего не изменится, потому что ничего не изменилось на реабилитации. Ты как приехал, такой ты и остался. Знаешь, говорит, какой ты был. Еще Коринфянам 15 глава Нового Завета, 33 стих написано. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Взаимоотношения с людьми либо нас подымают, либо нас опускают. Либо ты подымаешься, становишься лучше, либо ты опускаешься и становишься хуже. С кем ты общаешься сегодня? Кого ты выбираешь? А на самом деле мы выбираем сами, с кем общаться. Мы выбираем свой окружение. И, конечно, прикольно бывает посплетничать с кем-нибудь. Вот такие вот. Ну, здорово же, правда же, леса поточить, как кого-нибудь обсудить. И ты ищешь таких людей, и ты прибился к ним, и вот ты этим только занимаешься. Обсуждаешь того, сего, и тебе комфортно, тебе прикольно. Но ты опускаешься, ты не развиваешься. Ты все ниже и ниже падаешь. А с теми людьми, которые никого не обсуждают, которые не сплетничают, которые ни о ком плохо не говорят, куда-то идут на венгриализацию, куда-то едут, куда-то зовут там. Что с ними общаться-то? Это заморочка такая. Буду я лучше здесь. Слушай, хочешь быть такими же, как Стас? Я бы хотел быть, как Стас. Он был крутой, мне кажется. Он крутой прям. Я буду, если я хочу, чтобы с ним, я с ним буду общаться. Чтобы узнать, как поближе, какой он есть. А бываешь, знаешь, со стороны смотришь, вроде крутой, поближе узнаешь, думаешь, ого. Но это не про Стаса. Ладно. То есть, мы говорим про взаимоотношения. С кем ты сегодня общаешься? Слушай, общаться нужно вообще со всеми людьми. Наше видение сегодня, достижение людей через отношения, через взаимоотношения, построение взаимоотношений с друг другом. Не важно, кто ты там мудрый или глупый. И вообще не хотелось бы сегодня делить церковь или людей на эти категории. Порой бывает мудрый человек, бывает, совершает глупые поступки, хуже глупца. Бывает глупый, делает такие вещи, которым мудрым мы не снились. А порой бывает человек одно время, один период своей жизни мудрый, а другой период своей жизни глупый. Такое тоже бывает. Поэтому мы ничего никуда не делим, никто никуда весла не берет, никто никуда не гребет. Просто слушаем и вникаем в себя, смотрим на себя и принимаем какие-то решения. Общаться нужно со всеми, но строить команду, строить бизнес, строить какие-то дела, делать какие-то проекты нужно с людьми мудрыми, людьми проверенными. А общаться нужно со всеми. Это нормально, когда ты строишь отношения с разными людьми. Но, когда делаешь какое-то дело, если я беру себе команду человека какого-то, я смотрю на этого человека, я думаю, куда этот человек потянет нас. Либо он нас потянет туда вперед, либо он будет тормозить нас. Либо будет как этот рак тянуть нас обратно, не будет нам давать развиваться. Я хочу окружить себя людьми мудрыми, которые бы давали мне в случае чего советы. Потому что я понимаю, что не может человек все конкретно знать так, как оно есть. У каждого человека есть в жизни слепые зоны, как в автомобиле. В зеркало смотришь, передняя, левая, правая, и вроде бы все видишь, но нет. Есть слепые зоны, ты их не можешь не увидеть. И в этих слепых зонах часто бывают, случаются аварии. Но человек со стороны, мудрый человек, он может сказать тебе, э-э-э, подожди, подожди, левее, 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 выкручивай, проехали. Вот такие люди нужны рядом, которые могли бы сказать тебе в твою жизнь что-то такое особенное. Какое влияние человека оказывает на тебя, который оказывается рядом с тобой близко? Подумай просто над этим. Какое влияние? Ну вот честно просто себе ответь. Какое влияние оказывает на тебя тот человек, который близко с тобой в отношениях? И сделай выводы. И знаешь, иногда надо, наверное, это я говорю про тесные отношения, не то что вообще там… Иногда надо отдалиться от такого человека, если он тянет тебя назад. И это будет нормально. Это будет правильно. И это будет честно. Это твоя жизнь. Он за тебя ничего… Потом ты будешь сам перед Богом отвечать. Ты не будешь говорить, а мне там вот этот Петя… Петя там… Петя, ты зачем вообще с этим Петей дружил? Зачем? Ты же знал, что Петя тебе ничего хорошего. Надо было со Стасом дружить. На конференции бы ездил, на семинары бы. Было разные. Санислав, ну ничего, нормально. Нормально. Чтобы ты не гордился, а учился смирению. Ладно. Итак. Притча Соломона. Притч 10 глава, 1 стих. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для матери». В 15 притче 20 стих написано. «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою». Вот написано так. «Мудрый сын радует отца». Ну так и есть. Тут вообще беда. Если ты родил сына, а он оказался не мудрый. А тебе что сделать? Тебе в любом случае с ним всю жизнь жить как-то. Огорчение. Вот это вызывает огорчение. Но если родился мудрый сын, для родителей это очень приятно. И тут мудрый сын радует отца. Надо посмотреть. Мудрые люди являются источником радости для окружающих. Мудрые люди. Источником радости. Видите, Стас какой радостный? Потому что он мудрый. Если будешь рядом с ним, то тоже постоянно будешь радоваться. К Стасу больше. На группу к Стасу идите. Ищу куда-то. На реабилитации к Стасу едите. То есть, если ты общаешься с мудрым человеком, он обогащает твою жизнь. Мудрый человек приносит в нашу жизнь радость. И это нормально. И это хорошо. И это правильно. То есть, он обогащает, это делает жизнь богаче. Это не значит, что деньги. У Стаса откуда деньги? Он служит только. У него нет денег. Надо переключиться на кого-нибудь. Обогащает, это значит, он приносит в твою жизнь Бога. У тебя в жизни Бога становится больше. Обогащение, это слово Бог, а не слово деньги. То есть, ты общаешься с мудрыми людьми, у тебя Бога в жизни становится больше. Больше Бога. Дальше мы поговорим, как можно отличить человека мудрого от человека глупого. Мудрые люди, первое, что отличает мудрого человека от глупого, что мудрые люди всегда открыты для обличения. Что мудрые люди, они всегда открыты для исправления. Что они способны меняться и учиться. Это мудрый человек. Мудрый человек находит в себе силы смиряться. А глупый человек, когда к нему приходят и говорят какие-то вещи обличительные в жизни, он начинает защищаться. Он начинает скалиться. Он начинает, да ты иди сам вообще за собой смотри. Вникай в себя и в учение. Сразу начинает умничать. А мудрый человек послушает. И порой бывает даже человек занимает какие-то позиции лидирующие, будь то даже пастор. И вот подходит к нему кто-то и говорит, слушай, вот тут что-то не так в твоей жизни. Можно сказать, да ты иди отсюда, солопет. Я сам знаю, уже 20 лет берущий. А можно сказать, слушай, ну спасибо. Я, может быть, этого не вижу, но я помолюсь об этом. Это мудрость. Это отличает мудрого человека. Дай наставление мудрого, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Это тоже из притчи. Смотрите, что такое мудрость в христианском понимании? В христианском понимании мудрость – это правильная реакция на Божье Слово. Правильная реакция на Божье Слово. Мудрость – это когда ты сейчас сидишь и слушаешь проповедь, и не думаешь, ага, это вот про него, ага, это вот про того. А слушаешь проповедь и думаешь, да, это во мне есть. Вот это надо мне исправить. Не думаешь ни про кого, ты думаешь про себя. Правильная реакция на Божье Слово – это когда ты смотришь на Божье Слово как в зеркало. И ты в нем видишь отражение ни соседа своего, ни Стаса, ни Павла, ни еще кого-то, ты видишь свое отражение. Вот это мудрость, когда ты видишь свое отражение и правильно реагируешь. Если ты смотришь в зеркало, когда ты проснулся, ты видишь, что у тебя тут в глазах что-то там, тут прическа неправильная, ты же это исправляешь. Вот так же ты смотришь Библию, так же ты смотришь Слово Божье, и ты видишь в себе какие-то несовершенства, и первая твоя реакция должна быть, я хочу это исправить, я хочу выглядеть нормально. Вот это мудрость. Итак, написано, что мудрые, они любят знания. Они любят знания, они ездят по разным семинарам, они учатся, они любят знания, они хотят быть с людьми, которым они чего-то научат. А глупые люди, они не хотят знаний. Вот знаешь, сегодня глупо вот, например, сегодня строят бизнес люди. Я тоже смотрю, у меня много знакомых. Вот есть бизнес, который работал 20 лет назад. Сегодня этот бизнес не работает. Те инструменты, которые используются в бизнесе сегодня, не использовались 20 лет назад. И сегодня, если ты не переключишься и не научишься делать то, что требует сегодняшнее время, ты не будешь нормально зарабатывать деньги, это точно 100%. Сегодня разные другие программы, разные системы работают. А вот те люди, которые работали как 20 лет назад, вот они как окаменели там. И сегодня к ним говорят, слушай, давай я тебе помогу. Давай я знаю, как тебя продвинуть там, в соцсетях еще. Надо использовать интернет, надо использовать соцсети. Тебе говорят, да иди ты, я всю жизнь так работал, там, главное, там, сарафанное радио. Да ну, как бы, конечно, сарафанное радио хорошо. Но сегодня, друзья мои, сарафанного радио это мало. И когда тебе говорят, давай, да иди ты, солопед, я 20 лет в бизнесе. Ну, ты думаешь, у солопеда этого прет, а у тебя уже давно не прет, а ты все что-то там еще что-то пырхаешься. Вот это глупость. Мудрость – это когда ты слушаешь и когда ты способен меняться, адаптироваться под время, под требования этого времени. Вот это мудрость. И глупые считают, что они сами знают все лучше. Глупые люди в ответ на обличение всегда начинают спорить, отстаивать свою позицию, доказывают свою правоту, приводят какие-то непонятные контраргументы. Это такие глупости порой бывают. Ты приходишь, говоришь человеку вот так правильно, а то он говорит нет и все. Почему? Он говорит тебе какую-то бредятину, ты говоришь, ты бредятину говоришь. Что это я говорю бредятину, я что дурак, что ли? Ну да, получается дурак. Вот Слово Божие написано вот так, а ты говоришь вот так. Кто ты вообще после этого? Ну, понятно, не умный человек. Потому что умный человек и мудрый, он смотрит Слово Божье. Вы знаешь, чем мне нравится христианство? Мне нравится христианство, что здесь все четко и понятно. И есть какие-то принципы, есть какие-то, есть черные, есть белые. И все понятно, как делать. И если я сегодня какие-то вещи не понимаю, но Слово Божье говорит вот так, я буду верить так, как говорит Слово Божье. Вот так я буду верить. Когда мне бывает порой, один человек меня спрашивает, что ты все… ну, я там что-то говорю, там он все спрашивает, а я там говорю, я вот так вот считаю. Я говорю, даже не считаю. Я говорю, я знаю, что вот так правильно. Он говорит, что ты знаешь-то, откуда ты знаешь? Я говорю, потому что в Библии написано. Он говорит, а я вот думаю вот так. Я говорю, вот ты думаешь, а я знаю. Но почему ты вот так вот это? всё Библией и Библией прикрываешься, Библией и Библией прикрываешься. Я говорю, я не прикрываюсь Библией. Он говорит, ты сам-то как думаешь? Я думаю, как Библия думает, как Библия говорит. Мне что думать-то вообще? Как Библия? Ну, ты что, у тебя своих мозгов нету? Я говорю, есть. И они у меня настроены на то, чтобы думать, как Библия говорит. Поэтому они у меня есть. А у тебя нету. Ты слушаешь каких-то астрологов, астросенсов, делаешь какие-то выводы, строишь свои какие-то убеждения на непонятных каких-то вообще, на платформах вообще неясных. Ты куда вообще забрел-то? Ты что там слушаешь там? Где там это все ешь-то вообще? Я вот так считаю. Да ты считай, как хочешь. Ты неправильно считаешь. Чего это я неправильно считаю? Потому что так Библия говорит. Да ты сдолбался своей Библией. Да. Ну, я знаю, что вот так. Если раньше я говорил тоже, я думаю, я считаю, сегодня так и говорю. Я говорю, я знаю, как правильно. Потому что у меня есть Слово Божье. Потому что я знаю, как правильно. И там написано все, как есть. У меня есть на что опереться. У меня есть на чем строить свои сегодня убеждения, на чем строить сегодня мне свою жизнь. А люди вот эти, вот знаешь, написаны в Библии про таких, как бессловесные животные, как облака и мглы, ветром гонимые. Куда ветер, куда фига, туда дым. Вот туда полетели. Вот там вот что-то там чудеса, пойдут чудеса. Вот там вот гороскопы, вот там астрологи, пойду астрологов. Вот ну ерунда всякая, бредятина. Вот куда там тебя, нету оснований людей, у людей нету платформы, люди нет никаких убеждений абсолютно. Разговариваешь с человеком, он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Сегодня он верит так, завтра верит по-другому. Но я не хочу так, я хочу верить одинаково всю свою жизнь. Я хочу, чтобы мои дети смотрели на меня и смотрели и говорили, мой папа вот таким был, а не вот таким вот. Ай, там куда там побежал, полетел. Только там тебе показали, что там что-то, надо жабе потереть брюхо, чтобы деньги были. Побежал, брюхо трет. Я видел таких. В Таиланде мы приехали в храм Будды, и вот эти все наши православные верующие на колени перед Богом упали, и давай там что-то колокольчики звонить, там что-то тереть, там. Я стою, говорю, православные, вы что же делаете-то? Все на белоке смотрят, а что? Я говорю, так вы же поклоняетесь сейчас кому? Они же не понимают, вот хоть быть кому поклоняются. Сам в Бога веришь и барабашек кормишь, там гномиков-матешинников вызываешь, ерунду какую-то делаешь. Так что у тебя в голове-то вообще? И сегодня мудрость в том, чтобы посмотреть на себя. Знаешь, Слово Божие, оно свет. Оно освещает нашу жизнь. Когда Божий свет приходит в нашу жизнь, мы вдруг видим то, что не хотелось бы видеть. И Божий свет, это знаешь, вот ты сидел в темной комнате, вот бывает такое у тебя, сидишь в темной комнате, даже не сидишь, ты спал. Спал, и вдруг жена заходит и бесцеремонно включает свет. Глаза открываешь, а тебе режет глаза от света. Ты во тьме жил, свет включили, и режет глаза. Жена, выключи свет, выключи свет. Ты что делаешь? Но проходят 2-3 минуты, все, начинает видеть, все нормально, и глаза не болят. И вот когда Божье Слово приходит в твою жизнь, оно как вот этот свет яркий. Тебе сначала неприятно, больно, но потом ты начинаешь видеть, и ты понимаешь, что свет это лучше, чем тьма, потому что во свете все видно. Глупый человек в своих неудачах всегда виниет других. Всегда. Он не берет ответственность за свою жизнь. Всегда у глупого найдется виноватый. Ты почему? Это потому что тот, это потому что этот, это потому что вот тот, это потому что вот так. Я не виноват. Меня, меня, меня совратили, меня склонили. Я вообще. Ты почему колодцы-то пошел? А что мне жена кровь свернула, коза? Причем ты кровь-то свернула? Ну, свернула тебя. И что, она тебе колодцы повела, что ли? Ну, нет же, не так же. Ну, неправильно. Ты сам выбрал. Это твое решение было. Никого винить не надо. Твоя жизнь, это твоя жизнь. И за свою жизнь ты будешь сам отвечать. И никто в этом не виноват. Твое дело слушать или не слушать. Говорить или не говорить. Делать или не делать. Я помню, что вот энкаунтер, кто был на энкаунтере, помнит первый день. Первый день это называется служение молота. Написано в Библии, что служение, слово, это как молот. Молот, который разбивает камни. Камни это наши убеждения неправильные, которые есть в наших сердцах. И когда ты слышишь слово Божье, как будто молот стучит по твоему сердцу, разбивает камни. Разбивает твои убеждения. И вот на энкаунтер я приехал уже будучи служителем таким, уже достаточно взрослым христианином, как я тогда считал. И когда началось служение, я прям хотел убежать, уехать. Потому что ты на самом деле считаешь себя таким молодцом, классным христианином. Но когда ты слышишь, когда свет Божий приходит, когда молот начинает долбить твое сердце, ты понимаешь, что ты вообще не такой. Это ты себя убедил в том, что ты красавчик. Ты вообще не красавчик. Ты вообще. И ты понимаешь, что это все правда. И все, что говорят, это все про тебя. Все про тебя. Все про тебя. Я хотел уйти, убежать просто. Но я не ушел, потому что мы телефоны, блин, сдали. И мне было обломно за ним проходить. Говорить, отдайте мне телефон. Я бы уехал. Правда. Мне было настолько больно слышать вот эти вещи. И вот так вот Слово Божие действует. И сегодня мудрость в том, что будешь ты слушать это, или ты скажешь, ой, мне это неприятно, я не хочу слышать. Я красавчиком был, красавчиком и останусь. Красавчиком себя считал, красавчиком и буду. Чего вы мне все говорите, что я плохой? Да ты не плохой. Слово Божие говорит о таких вещах просто. Тебе надо просто здесь подкорректировать какие-то вещи. Ты не плохой. Бог сотворил человека правым. Бог сотворил человека хорошим. Хорошим человеком сотворил Бог. И ты не такой. То, что ты сейчас, вот эти вот какие-то неправильные вещи твои есть в жизни, это как зараза, вирусы, которые ты подхватил в течение своей жизни. Убеждения какие-то неправильные. Это все, что ты как-то нацепил на себя, пройдя какое-то время, жизненный какой-то отрезок. Ты не такой. Просто надо сейчас взять вот это все и вернуться в первоначальное состояние. И посмотреть, ты настоящий не такой. Ты настоящий другой. Ты настоящий такой, как он в Слово Божье о тебе говорит. Вот такой ты настоящий. Настоящий ты благословенный. Настоящий ты герой. Настоящий ты добрый. Настоящий ты хороший. Настоящий ты вообще супер-супер-супер человек. Вот ты такой настоящий. А то, что ты сейчас сидишь, я ничего не буду, иди нафиг, моя хата с краю. Это ты не такой. Не такой. Это тебе так удобно. Знаешь, глупость – это когда люди начинают окружать себя теми людьми, которые ничего им не говорят. Как-то раз мне тоже один человек говорит, я окружил себя теми людьми, которые мне ничего не говорят. Я говорю, так это глупость. Это глупость. Надо окружать себя теми людьми, которые бы тебе что-то говорили. Потому что они ничего тебе не говорят, и ты как бы в дебре как зарылся-зарылся, потом тебя как выкапывать вообще? Как тебя вытаскивать из этого болота, которое ты сам с тебя затащил? Нужны рядом люди, которые бы тебе, если что-то вдруг ты погонишь, скажут, э-э-э, Вася, куда ты? Не туда идешь. Братья нужны такие, которые приедут, тебе скажут, если надо будет, пинка дадут, пенделя. И это хорошо, что такие люди есть, которые будут говорить. Порой бывает мне, пастору, приходит себя настраивать для того, чтобы пойти к кому-то из людей и сказать им от Бога какое-то слово, потому что я не знаю, какая будет их реакция. Она разная бывает. Прибывает человек от обожания, пастор, ты мой отец, пастор. Вдруг ты превращаешься для него как дьявол какой-то, как будто ты пришел. Вообще сказал что-то, просто что человеку не понравилось. Попытался его подкорректировать. Глупо. Когда я встречаюсь со своим пастором, это бывает редко, но это бывает. И когда пастор мне говорит, Павел, я хочу тебе сказать что-то, у меня уши, как у собаки, вот так вот стоят торчком, я слушаю, вот так вот расщеплю, что он мне там скажет. Может быть, это будет пару слов, но это будет важное для меня пару слов. Может быть, это будет неприятное пару слов, но это будет важно для меня пару слов, потому что мне мой пастор говорит. Я не знаю, почему у других не так. Что, неужели у нас мудрости в церкви маловато? Ладно. Пусть в нашей жизни будут те люди, которые будут говорить нам неприятные слова. И пусть их будет больше. И от этого будет лучше для нас. Знаешь, когда я сделал операцию на зрение, был слепой, ничего не видел, я помню, в церкви проповедую. И мне кажется, что все смотрят внимательно. И я там все проповедую, потом, когда зрение это сделал, я смотрю в зал, а никто не смотрит даже. Все там что-то там ковыряются, колупаются, разговаривают. А домой, как я зашел, только после операции захожу домой, зеркало, зеркало смотрю, грязное зеркало. На пол смотрю, ссор везде, линолеум грязный, а слепой был, не видел ничего, жил, как будто так и надо. А прозрел, сразу увидел. Давай тряпку схватил, все оттирать стал. Я раньше, знаешь, как пылесосил дома? Пылесошу по одному месту, слушаю по трубе, как ссор бежит. Знаешь, ссоринки. Вот как закончились они бежать. Перецоп представляю. Я не видел ничего. Вот так я пылесосил. А зрение сделал и видно. Вот надо духовное зрение иметь, чтобы у нас видно было, чтобы светство из жизни было. Вот бывает ли у вас такое, что живешь, живешь и думаешь, что ты нормально живешь, а потом бах, оказывается, что ты неправильно живешь. Бывало такое? Несколько раз было. До сих пор бывает. Ты живешь, живешь, и ты думаешь, что это нормально, такие-то вещи в твоей жизни. Но когда приходит Бог, и Он показывает тебе, ты понимаешь, что это вообще ненормально. А ты себя так убедил внутри себя, защитил, апологию построил, защиту своих убеждений, что так грамотно и в елочку было. Я сегодня вот просто... Это не чифер, это крепкий чай. И крепкий чай просто я пачку завариваю на литр и за день выпиваю. Это просто я любитель крепкого чая с конфеточкой. Это не чифер. А где в Библии написано, что чифер пить нельзя? А тебе приходит человек и говорит, слушай, ты зависимый, ты наркоман, тебе на реабилитацию пора. Ты говоришь, кого? Нет бы сказать. Я вот к этому брату приезжаю, он там пуэр тоже пьет. Я говорю, слушай, ну что-то тут уже ненормально это есть. Послушался, все, не пьет будешь пуэр. Нормально. Это правильная реакция. Ну правда, бывают эти зависимости в жизни. Ну и убедишь же себя, что ничего такого, что я индийского чая заварил пачку на литр и за день выпиваю, что это все нормально, да? И что делать? Ты привык и вроде комфортно. Знаешь, глупостью будет оставить все как есть. Оставить, а я вот так привык, это глупость. А вот измениться, это будет мудрость. Мудрый реагирует на свет незамедлительно. Несмотря на то, что придется потерпеть какие-то лишения. Мудрые, способные изменяться. Это мудрые люди, которые способны изменяться, несмотря на что. Я понимаю еще, знаете, бывает возраст. Когда человеку 40 или 50 лет, он настолько уже закоксовался, он настолько уже сформировался. И когда ты приходишь к нему и говоришь, ну это не так, ему вообще сложно. Молодым поколением ты вообще это тесто. Лепи из них что хочешь. Глина. Какие они станут, это вообще от нас сегодня очень много зависит. Но когда взрослому человеку что-то говоришь, ой, это сложно. Поэтому в Библии есть местописание, которое касается отношения к взрослым. Написано, старцев не укоряй. Не укоряй. Ты такой молодой христианин и говоришь какому-то человеку, который старше тебя в два раза, как ему надо жить. Не укоряй. Всегда с почтением относись к старцам. Людям с возрастом. С почтением. Мудрецов отличает одна особенность, чтобы вы в их жизнь говорили. Мы об этом уже говорим. Долго уже говорим. Я хочу вспомнить историю про тесте Моисея и Афора. Помните, Моисей, когда вывел народ еврейский из Египта. Он шел, шел там какое-то время и как-то к нему приходит его тесть. Говорит, Мойша, ты неправильно делаешь. Моисей, что бы сказал? Кто ты такой? Букашка, мне что-то будешь указывать. А он говорит, что я неправильно делаю. Он говорит, ты неправильно управляешь народом. Поставь десятников, сотников, тысячников. Вот так вот сделай и будет нормально. Моисей был мудрым человеком. Он послушал тесте. Он сделал так, как ему сказал тесте. Мы не можем знать все сами. Есть люди, которые более компетентны в каких-то сферах, нежели ты сам, какой бы ты красавчик и умный не был. Послушайся людей. Послушайся советов. Усоветующих мудрость. Так написано в Слове Божие. А помните, Нафан Давид. Давид, да, царь Израиля, когда пришел к Нафану, к кому-то с обличением. Тоже покаяние потом вызвало. Мудрые способны слушать. Когда в мою жизнь приходили обличения, это всегда неприятно. Всегда неприятно слушать какие-то вещи. Особенно, когда ты считаешь их, что это ничего такого. Но когда тебе приходит, кто-то и говорит, или Слово ты Божие читает, и Слово Божие тебе говорит, это вообще неприятно. Но я хочу иметь эту способность оказываться в Божьем свете, быть способным изменяться. Знаешь, порой бывает, Библия говорит нам про такую вещь, как сожженная совесть. Сожженная совесть. Тогда, когда совести уже совсем не осталось. Ведь Дух Святой, он действует на нашу совесть. Если наша совесть сожженная, то есть ее нет, Дух Святой не может говорить к нам. Не может говорить. А сожженная совесть, это тогда, когда ты раз сделал, совершил преступление, два преступления, три, и первого раза тебе было сложно, трудно, и ты себя корил, и тебе было неловко, неудобно. Но потом десятый, пятнадцатый, двадцатый, сотый раз, и потом становятся уже обычные вещи в твоей жизни. И для тебя это нормально. И сколько бы Дух Святой не стучался в твое сердце, и сколько бы на проповедях ты не слушал Слово об этом, ты не услышишь ничего. Сидишь, взгляд пустой, аминькаешь еще, а сам вообще не обличаешься. Это сожженная совесть. Итак, вы хотите меняться у меня вопрос? Или вы хотите остаться? Женя один хочет меняться. Первое, что надо для того, чтобы меняться, это люди способны изменяться, потому что у них есть личные взаимоотношения с Богом. В Библии написано, начало мудрости, страх Господень, и познание святого разума. Личные отношения с Богом, вот что важно. Ни знания Библии, ни твоя харизма, ни твои дары, ни твои какие-то таланты, особенности и способности. Страх Господень, вот что значит мудрость. Имеющие отношения с Богом. Человек имеет отношения с Богом. Помните, когда Иисус висел на кресте, он одно сказал предложение. Боже, почему ты меня оставил? Он потерял тогда отношения с Богом. Он перестал чувствовать Бога. Это был страх. И знаешь, что такое страх? Одно из определений страх Господень. Это то, что ты имеешь отношения с Богом, и ты боишься их потерять. Ты боишься как-то утром прийти в тайную комнату и не услышать слов от Бога, и не почувствовать Его прикосновений. Ты вот этого боишься. И ты понимаешь, что ты без этого жить не сможешь уже. И поэтому ты меняешься, трансформируешься и как-то корректируешься. Нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Это в Питче написано. Знаешь, есть знания, есть технологии, есть манипуляции, есть психология, есть философия, есть опыт, но это все не то. Все наши убеждения, все, абсолютно все. Воспитание детей, отношения в браке, отношения к старшим, отношения к работе. Все любые твои убеждения должны строиться только исключительно на Слове Божьем. Ни на психологии, ни на Делли Карнеге, ни на Синеке, ни на еще ком-то. Исключительно на Слово Божье. Когда тебе говорят, почему ты так в семье, почему ты так со своими детьми, почему ты своего ребенка наказываешь ремнем, потому что так говорит Слово Божье. Потому что так говорит Слово Божье. Почему ты такой строгий в каких-то моментах? Потому что так говорит Слово Божье. Не потому что я считаю, я думаю или мне сказал какой-то психолог, а потому что так говорит Слово Божье. Все наши убеждения основываются на Слове. Я могу ответить, почему у меня та или иная позиция. На любой вопрос спроси меня, почему у меня такая позиция, я тебе скажу. И я все аргументирую Словом Божьим. Все аргументирую. И если я, когда вот мне говорят, что ты сам-то что думаешь? Я говорю, я даже если буду думать вот так, но вдруг узнаю, что Слово Божье думает по-другому, я сразу же буду думать по-другому. Я буду думать как Слово Божье. Так у тебя получается своих мозгов нету? Пускай нету. Вот наоборот, у меня они есть. Потому что я думаю так, как говорит мне инструкция по моей безопасности Слово Божье. Бог сотворил меня, сотворил человека и дал мне инструкцию, чтобы мне долго и счастливо жить. Вот и мозги у меня на то, чтобы сказать, я буду верить тому, что написано Слово Божье. Вторая причина, почему человек способен меняться, он хочет соблюдать Божий заповедь. Соблюдение Божьих заповедей отличает настоящих христиан. Соблюдение Божьих заповедей. Притча опять 10 глава 8 стих. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Знаешь, человек бывает читает Библию и некоторые места пропускает. Вот это мне нравится, вот это не нравится. Вот с этим я согласен, а вот с этим не согласен. То, что не нравится, перелистывает, вообще не читает даже. Фишка сегодня, я слышал часто, когда ты говоришь там человеку, почему ты так живешь, в Библии живет так написано. А мне это еще не открыто, человек говорит. Слышали такое? Что человек говорит, мне это еще не открыто. Я говорю, сейчас дам тебе по голове, откроется сразу. Как тебе не открыто? Вот черным по белому написано вот так. Все открыто? Что там должно открыться-то тебе, если так написано? Старание соответствовать Божьим стандартам – это и есть настоящий христианский образ жизни. С такими людьми, которые имеют личное взаимоотношение с Богом, ведущих христианский образ жизни, легко служить, легко дружить, легко строить бизнес. С ними вообще все легко, потому что все понятно. Я все понимаю. Они думают, как я. А у них такие же обеждения, у них такие же принципы. Если что-то мы договорились, я не думаю, кинет он меня или кинет. Я так не думаю. Я понимаю, что он будет так вот жить, потому что у него есть убеждения. Я с таким человеком хочу строить свою жизнь, а не с тем, у кого сегодня фигра тут, фигра там. Сегодня за белое, завтра за красное. С такими я не хочу вообще никаких отношений иметь, близких. Не хочу. Зачем мне с такими? Я хочу свою жизнь куда-то привести. И я хочу, чтобы рядом были такие люди со мной, которые я не думал, что, например, что-то пообещал человек и не сделает. Чтобы я так не думал. Я знаю, что если человек сказал верующий, что он сделает, значит, он сделает. Но мудрость, вот определение мудрости, интересно. Иакова 3 глава 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспредстрастна и нелицемерна. Смотрите. Мудрость, определение. Первое. Чистота. Чистота. Мудрость, это значит чистота. Второе. Миролюбие. Вы встречали скандальных людей? Люди, когда приходят, у них начинают скандал всегда сразу. Я раньше помню, вот на автобусе, когда с утра особенно едешь на работу, всегда какая-нибудь бабушка там найдется, которая скандал устроит на весь автобус. И весь автобус там уже весь напряжение там. Зашел вроде нормальное настроение, вышел просто злой, как собака, потому что какая-нибудь бабуля там разнесла впух и вправ все там на свете. Скандальные люди. Но мудрый человек, он миролюбен. Миролюбив. Он старается, чтобы вокруг был мир. Скромна. Скромна. Мудрость скромна. Мудрые люди не якают. Я. Я открыл домашнюю группу. Я открыл церковь. Я там вот это сделал. Это я. Это я. Это не мудрость. Мудрый человек говорит, Бог мне позволил сегодня в этом участвовать. Мудрый человек говорит, Бог мне позволил сегодня быть в этом, принимать какое-то участие. Бог мне доверил сегодня. Вот это говорит мудрый человек. Мудрый человек никогда якать не будет. послушный. Мудрость послушная. Представьте, послушная. Не такая, говорит, я все знаю, а которая будет прислушиваться другим. И которая, если сверху что-то говорят, она будет служиться. Это мудрость. Мудрый, добрый плод, беспристрастен. Мудрый человек беспристрастен. У него нет лицеприятия. Он со всеми одинаковый. Это мудрый человек. У него нет пристрастия к кому-то особенного какого-то отношения. Он одинаковый со всеми. У него убеждение – это Слово Божье, его платформа. И он со всеми одинаковый. Он не может одному простить, другому там еще что-то. Все одинаково должно быть. Это мудрый человек. Он не лицеприятен, не лицемерен, он не лицемерен. Он такой вот человек. А глупый, написано в притче 18 глава 2 стиха, глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Слышишь? Глупый только бы выказать свой ум. Поумничать. Прийти там где-то насмотреться в ютубе какой-то ерунды. Знаешь, когда мне брат один там начинает что-то говорить, как-то мне рассказывал. А ты знаешь, что земля на самом деле не круглая, а плоская? Серьезно? А, ну да, ты конечно не знаешь. Видишь, я тут физику изучаю. Какую физику изучаешь? Ролики в ютубе смотрю. Пятиминутные, у которых миллионные просмотры. А ты знаешь, почему там миллионные просмотры? Потому что там лажу какой-нибудь наговорят для того, чтобы просмотры поднять. Чтобы деньги заработать. Ютуб это не источник своих знаний. Если бы ты мне сказал, у меня есть учебники, труды каких-то физиков, я изучаю дома, там учусь, там пишу какие-то рефераты, сдаю какие-то дипломные проекты. Я бы сказал, да, ты физику изучаешь. А ты в ютубе посмотрел, блин, что земля плоская. Ты мне сейчас учил, ты мне говоришь, что земля плоская? Ты больной что ли вообще? Ты что? Не знаешь? А что? Вот если там, я же не помню, доводы какие-то, ну это бредятина полная вообще. Выказать свой ум. Физик, блин, нашелся. А есть эти психологи сегодняшние, которые два семинара посмотрели по три часа психологических и возомнили о себе, что они психологи. И мне начинают там что-то говорить. Это вот так вот, это вот так вот. Мне, психологу с высшего образования, имеющий 15-летний опыт работы, опыт, говоришь, ты, который посмотрел два семинара, ты о чем ты вообще? Как ты, какие весовые категории, ты как вообще сюда залез, брат? Ну это правда, ну это глупость. Думай, что ты что-то начинаешь понимать, посмотрев какую-то ерунду в ютубе. Ты слушай, слушай, слушай. Вникает, мудрость принимай. Вообще, ютуб это не источник правды. Это википедия тоже, википедия, вы знаете, что тоже. Википедия, вообще, кто хочет, может, что хочешь написать. Поэтому верить в википедии тоже не надо. Верить надо каких-то трудам, каких-нибудь, действительно, специалистам, каким-то докторам науки, там, что-то признан каким-нибудь гением. И проблема глупых в том, что они избегают божьего света. Они не хотят слушать. Когда глупому что-то говоришь, он перестает с тобой общаться. Он найдет себе аудиторию, который будет его слушать. Сегодня есть там один, разъезжает, в общем, собирает большие залы, толпы. Не имеет психологического образования вообще. Женщин собирает. Тема такая одна. Ты королева, а он твой раб. И он должен тебе обслуживать всю твою жизнь. И если он не такой, выгони, найдите себе другого. Бабы прут просто валом. Залы полные, полные. Рты вот так разинут. А он там реально собирает. Харизма у человека большая. Внимание привлекает. Собирает. И есть верующие, которые эту фигню слушают. И потом мне это все говорят. Я говорю, ты что слушаешь-то? Ты вот прочитай. Да что ты мне со своим Словом Божиим? Один мне вообще сказал. Да Библия, она уже устарела. Саикаться бывает, начать хочется. Глупый, он не учится на своих ошибках. Вот глупо же наступать на не те же грабли, правда? Есть грабли, просто грабли, а есть любимые грабли, на которые ты постоянно наступаешь. Ну, вот чего вот на них наступать? Ну, ты же знаешь, что результата другого не будет. Нет все равно. И Библии, такие вот местописания тоже. Как пес, возвращающий на блевочину свою, так глупый повторяет глупость свою. Представь сравнение. Блевочины пса. А ты думаешь, что 15 раз у тебя все будет по-другому? Русская авось. Не, в этот раз по-другому будет. Но не будет по-другому. 15 раз было так. Почему ты думаешь, сейчас будет по-другому? Хочешь изменить результат – измени свои действия. Хочешь что-то новое получить – начни делать то, что никогда не делал. Перестань делать то, что ты делал. Потому что то, что ты делал, приводит тебя к одному и тому же результату. Это же логично. Друзья, Бог дал нам одну жизнь. И взаимоотношения с людьми во многом определяет, как мы эту жизнь проживем. Как правильно поступать? Куда нам идти? Какой выбор нам делать? Притча 14 глава 7 стих. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Отойди от человека глупого, который думает, что земля плоская или еще что-то. Отойди от него. Лучше не общайся с ним. Зачем тебе это надо? Конечно, общение такое надо, но ближний круг, чтобы не было у тебя таких людей, которые… Причем, знаете, что это движение по плоской земле сегодня набирает большие обороты. Большие люди, уже миллионеры входят в этот клуб ценителей плоской земли. Убеждения есть. Фотографии из космоса. Все нам врут. У нас, у каждого из нас должно быть видение на свою жизнь от Бога. Нельзя кому-то позволить себя остановить. Никакому человеку. Если ты обвиняешь в своих неудачах какого-то другого человека, ты тем самым говоришь, что я не управляю своей жизнью. Получается, твоей жизнью управляет другой. Какой-то другой человек. Представь, какой-то другой. Бери ответственность за свои поступки сам. Ты и только ты отвечаешь за свою жизнь. И ты и только ты будешь делать то, в результате чего ты окажешься там, где ты окажешься через 5, 10 или 15 лет. Ты и только ты. Никто больше другой. Выбирай сам. Хочешь мозги – общайся с умными людьми. Хочешь глупым быть – пожалуйста, выбор за тобой. Вот такая вот сегодня проповедь в день пятидесятницы. Но все-таки я думаю, что Дух Святой у нас есть и он даст нам принять правильное решение. Я бы хотел очень сильно, чтобы меня сегодня кто-то услышал. Очень сильно хотел бы, чтобы кто-то сегодня принял какие-то решения. Но я понимаю, что это, возможно, будет не все, и, может быть, даже не половина, и, может быть, даже меньше. Но все-таки, друзья мои, это говорит Слово Божье. Это не я. Я не проповедую свое никогда. Никогда я не говорю от себя. Я все исключительно проповедовался от Слова Божьего. Я лишь перевожу простыми, понятными словами, из Библии достаю и показываю, как оно есть. Твое дело – принимать или не принимать. Твое дело – выбор за тобой. Жизнь и смерть предложила и тебе. Выбери жизнь. Раззаконим 28 глава. Будьте благословенны. Будем заканчивать. Напоминаю нам, что у нас будет вечеря во вторник. Пожалуйста, в 6 часов приходите. Будем принимать причастие. Будем здесь молиться, исследовать свое сердце. А сейчас помолимся. Давайте. Отец Небесный, славим имя Твое Святое. Благодарна Тебе за все, за жизнь, за церковь, за спасение. Благослови нужды, которые мы кладем сюда, в эту коробочку. Благослови людей, которые мы пишем в этот журнал. И благослови нашу предстоящую неделю всех на своих местах. Дай нам иметь сердце мудрое, чтобы исчислять дни свои, чтобы использовать те времена, которые ты дал нам здесь прожить на этой планете Земля, продуктивно, чтобы в конце своего времени, обернувшись назад, мы могли сказать, мы прожили достойную жизнь. Благослови нас так во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы одна церковь, одна семья, на всяком месте мы письмо Христа.